Джани Радари Вопросы, которые задавал этот мальчик, почему-то было очень трудно ответить. Он спрашивал, например, «А почему у ящиков есть стол?» Люди смотрели на него с удивлением и иногда отвечали, «Ящики существуют для того, чтобы класть в них разные вещи, например, ножи и вилки». «Но для чего нужны ящики? Это я знаю! А вот почему у ящиков есть стол?» Люди качали головой и уходили от него. Тогда мальчик спрашивал уже у других, «А почему у усов есть кошка?» или «А почему у хвоста есть рыба?» Люди пожимали плечами и спешили уйти, ведь у каждого есть дела. Так мальчик и рос, что ни день, то несколько десятков вопросов. Наконец он вырос и все равно продолжал задавать всем странные вопросы, но люди не хотели отвечать ему. Тогда он уединился в небольшой домик, что стоял на вершине большой горы и стал там жить в одиночестве. Целыми днями он выдумывал вопрос за вопросом и записывал их в тетрадь, а потом сидел и ломал голову над ответами, но почему-то так и не находил их. Он записывал, например, в своей тетради, «А почему у тени есть сосна?» Или «Почему облака не пишут писем?» Или «Почему марки не пьют пиво?» От такого множества вопросов у него начинала болеть голова, но он не обращал на это внимания. Он все спрашивал себя, «А почему у бороды есть лицо?» У него уже и борода отросла, а он и не подумал ее подстричь. «Когда он умер?» Ученые провели некоторые исследования и обнаружили, что человек этот, еще когда был маленьким, привык надевать носки наизнанку и так никогда не научился одевать их правильно. Именно поэтому он так и не научился задавать правильные вопросы. А вы знаете, со многими людьми еще такое бывает. Си от Настя Мальчик, который очень любил задавать вопросы. Это, конечно, совсем неплохо. Наоборот, даже очень хорошо, когда сярик чем-то интересуется. Но на вопросе, который задавал этот Мальчик, почему-то было очень трудно ответить. Мы спрашивали, почему у ящиков есть ссор. Люди смотрели на него с удивлением и иногда отвечали, «Ящики существуют для того, чтобы красить их разная вещь. Например, на зиме, «Ну, для чего нужны ящики? Это я знаю!» А вот почему у ящиков есть ссор? Люди качали дровой и уходили от него. Тогда Мальчик спрашивал за ругодами, «А почему у ссов есть кот?» «А почему у вас есть дыба?» Люди поднимали плечами и спрашивали в теле, «Суказ бы есть дела?» Так, Мальчик и Ростовый день то решили сейчас в вопросах. Наконец он былец. И все равно произошел за вашим старый вопрос, но люди не хотели отвечать ему. Тогда у них день в него широкий, что ссор в себе большой край и ссором близко делось. С старыми днями он выбрал вопросы-вопросы, записывал их читать. То есть, «Дядя Роман Голубин» он записывал на спрашивание, «Почему Абраканы писпли?» «Почему Маке не перепели?» «А почему Учения есть ссор?» «А такой у нас вопрос у него из-за семей нужна боли герои, но он не обращал на это внимать. Он сейчас спрашивает у себя, «Почему у воды есть еще?» «У него уже и болят за ссор, он не подумал, я постичь». Он сейчас спрашивает у себя, «Когда мне один еще например, на грязи в среду, и я обнаружил, что человек, это еще когда по маленькому, берегу надевать носки и не изняк, так и нечестно называть их правильно, то есть, так же, но так и неуносительно заделывать правильный вопрос». Объединяйтесь, за многими людьми и все такое бывает.